Итак, мы будем говорить о конкурсе для социально активных девушек Мисс Здоровый образ жизни 2018 Конкурс проводится с целью пропаганды нравственных ценностей Здорового образа жизни в молодежной среде на территории Новосибирской области У нас в гостях финалистка конкурса Мисс ЗОЖ прошлого года Кристина Толстых И куратор конкурса Светлана Скороход Доброе утро Доброе утро Здравствуйте Ну, что, уже готовы? Уже готовится новый конкурс? Уже на сайте подготовки когда состоится? Да, конечно, у нас уже запустился прием заявок Очень много девушек со всей области уже пишут, подают заявки, пишут свои программы Показывают свое желание поучаствовать Заявочки мы принимаем до конца этого месяца, до конца августа Нужно какое-то видео снять? Да, нужно для того, чтобы получать Да, мы в 2015 году Можно же вы принимаете еще заявки? Да, конечно Давайте, тем более надо рассказать Да, в 2015 году, когда мы только запустили этот проект, его придумали, разработали Решили, что действительно это будет актуально для наших девчонок Девчонок в Новосибирской области Была разработана специальная анкета Там буквально несколько вопросов На которые девочки должны ответить Наверное, Кристина, да, помнить, как она отвечала на свои вопросы, когда подавала заявку в том году Также нужно предоставить несколько своих фотографий Полный рост Еще какие-то фотографии Ну, достаточно интересные Где отображается ее какие-то, не знаю, ее жизнь активная Интересы, хобби, да? Да, ну, как она себя проявляет Вообще, в чем она себя видит И, конечно, нужно написать программу То есть программа под названием «Мой здоровый образ жизни» Где девочка в любой форме Видео, презентация, сочинение, стихотворение Любая форма, которая только нравится нашим конкурсанткам Должна рассказать о том, что для нее здоровый образ жизни То есть мы немножко стараемся разбить эти стереотипы Что ЗОЖ – это только правильное питание и спорт Нет, для нас это совсем не это И девочки просто рассказывают о своих жизненных принципах О том, как они, не знаю, там, даже вот Обучаясь в каком-то учебном заведении Пропагандируют ЗОЖ даже вот у себя, не знаю, в группе на парах И присылают данную программу под названием «Мой здоровый образ жизни» Кристина, что Вы присылали в прошлом году? Я присылала программу «Здоровый образ жизни» Что я вообще понимаю под здоровым образом жизни И также мы снимали видеоролик, в котором я рассказываю про свою жизнь Показываю, чем я занимаюсь Ну, свой, так скажем, день из жизни И в этом ролике все понятно, чем я занимаюсь Расскажите нам про свою жизнь, чем Вы занимаетесь Мы же не видели ролик Ну, на самом деле сейчас я студентка еще Значит, утро у меня начинается с легкой пробежки Далее я иду на пары в университет Далее у меня идет тренировка То есть каждый день у меня обязательно несколько страниц книги я прочитаю Узнаю какую-то новую информацию про здоровый образ жизни Ну, в принципе, вот такой день А тренировка это что? Тренировка, да, я тренируюсь в тренажерном зале И занимаюсь уже примерно 4 года И каждый день у меня практически тренировка в тренажерном зале К чему-то готовитесь или просто поддерживаю форму? Сейчас просто поддерживаю форму Раньше я занималась пауэрлифтингом Я также кандидат в мастера спорта, боже мой, лёжи Ну, такие небольшие достижения Скромненько Между делом Итак, анкета, программа, да? И куда это нужно все? Это все нужно отправить на наш электронный адрес Который указан в положении, на афише В наших социальных сетях Отправляется с пометочкой Мисс Здоровый образ жизни 2018 Отправляется заявочка И девочки уже ждут ответа о том, что заявка принята Если нужны какие-то дополнения, мы обязательно о них пишем И уже 1 сентября мы будем знать имена финалисток этого года Светлана, ну а чем, скажем так, кардинально отличается этот конкурс От, ну не знаю, любого другого конкурса красоты, да? Да, это вот наш любимый вопрос Вообще мы очень всегда акцентированы на это внимание Потому что уже действительно несколько десятилетий Сложилось какой-то стереотип о конкурсе красоте Что это метр семьдесят Это какие-то мировые стандарты Девяносто, шестьдесят, девяносто и все То есть девочки, может быть, даже особо ничего не добились в жизни Но действительно, они симпатичные Они подходят под эти стандарты именно внешности Вот мы бы хотели дать возможность участия девочкам с ростом метра шестьдесят восемь Шестьдесят два Шестьдесят два С ростом метра шестьдесят два Метра шестьдесят два Да, из-за того, что она такая выглянула Да, то есть хотелось бы, чтобы действительно активные девочки Ну, которые, к сожалению, не знаю, либо к радости Не подходят под какие-то стандарты Установленные уже в России, в мире, в других каких-то странах Именно конкурсов красоты могли показывать себя, проявлять себя Но поскольку просто уже мисс города, мисс чего-то неинтересного Мы решили взять актуальную систему На сегодняшний день это ЗОЖ Это активная жизненная позиция Это питание Ну, сегодня это модно Есть даже модный хештек ЗОЖ Это модно и так далее Но вообще-то это полезно Может быть, я тоже так из глубинки стереотип достала сейчас Да, вот И девчонки просто вносят в массы свою активную жизненную позицию То есть они так же ходят по клубам Они так же танцуют Они общаются Они ездят, не знаю, отдыхать Но только все это действительно с положительными какими-то эмоциями Вот, без каких-то вредных привычек Это все так же классно и интересно И действительно многие, мне кажется, уже окружающие вас девчонок Там студенты, друзья Начинают действительно принимать это Думаю, да, действительно Это гораздо уже становится интереснее То есть никаких ограничений Несколько раз можно участвовать? Да, вообще, вот ограничений никаких нету То есть даже вот есть же отличие мисс и миссис То есть девочка должна быть замужем Да, у ребенка Да, у нас все это не важно У нас все это не важно, если у вас ребенок Вы замужем, вы активные Единственное, у нас есть немножко ограничения по возрасту Потому что немножко будет тяжело 18-летним девочкам И там 30-летней девушке точно такой же активной Немножко будет сложнее соревноваться Поэтому мы немножко сделали небольшое ограничение До 25-ти или до 27-ми лет До 27-ми, да, до 27-ми лет Ну, я вам могу сказать, что прям и так, между прочим Нет, мы думали уже, у нас были заявки Мы думали уже именно сделать конкурс там 30-40, например А в чем сложность? Что за соревнования, которые покажут эту разницу в возрасте? Давайте более подробно о программе конкурса Мы уже поговорим после рекламы Напомним, говорим мы о конкурсе Мисс Здоровый образ жизни 2018 У нас в гостях финалистка конкурса прошлого года Мисс Здоровый образ жизни Кристина Толстых И куратор конкурса Светлана Скороход И мы остановились на возрастных ограничениях Которые у нас ограничат цифрой 27 Это верхняя и 18 нижняя И более конкретно о программе Самого конкурса Что предстоит участницам? Да, в этом году программа еще у нас готовится То есть конкурс пройдет сама подготовка Первый день знакомства девочек Желебьевка, фотосессия Начнется у нас 15 сентября И финал конкурса пройдет 20 сентября То есть в этом году проект немножечко По временным срокам уменьшился То есть в том году это была целая неделя В этом году это будет всего лишь 5 дней Которые девочки проведут вместе С утра до вечера Куда-то они уезжают Девочки, которые живут в Новосибирске Они живут у себя дома И мы просто встречаемся утром И расходимся вечером с последнего этапа Обычно это проходит репетиция Девочки, которые приезжают с районов Новосибирской области Да, они живут у нас вместе Это либо хостел наши партнеры Ну, какое-то место Либо квартиру мы им снимаем То есть они живут, естественно, вместе здесь Вот, этапы обычно у нас проходят Достаточно интересные, активные То есть это не просто интеллектуальные этапы и так далее Первый, один из самых важных и первых этапов Это, естественно, презентация программы Девочки должны рассказать о себе Ну, то есть, как мы уже говорили Почему именно такой вид деятельности Как это они пропагандируют у себя На работе, на учебе, дома Со своими, не знаю, братьями Со своей семьей и так далее Вот, есть очень интересные, активные этапы На примере того года Это, естественно, был этап в аквапарке В Новосибирском, когда девочки проходили мастер-класс Ну, об этом мы более подробно чуть позже Да, ну, именно как по этапам Также был этап в конном клубе Где девочки тоже преодолели некоторые свои страхи Кому-то было страшно Вот, тоже проводили там мастер-классы Есть спортивный этап Конечно же, есть интеллектуальный этап Вот, и, естественно, это подготовка То есть, ежедневная подготовка, репетиции к финальному шоу Вот По возрастным ограничениям, да, мы хотели еще рассказать Поскольку девочки, вот, весь период подготовки находятся вместе И даже вот этот разрыв 18-27 Все равно интересы достаточно разные У всех Вот, и, конечно, мы стараемся объединить девочек Одного возрастного и возрастной категории Чтобы было им интересно Чтобы были какие-то общие темы Чем старше девчонки, чем опытнее Конечно, уже интересы начинают расходиться У кого-то уже семьи, у кого-то ребятишки И начинается уже какие-то, ну, допустим, не о чем разговаривать Вот, ну, а если они все студентки Они разговаривают о чубе, как-то готовятся Многие обмениваются опытом Поскольку все живут в разных городах, районах Новосибирской области Вот, поэтому мы решили сделать вот именно такой порог 27 лет Кристина, вы подружились там с кем-то в прошлом году? Да, конечно, у нас вообще не было такого прям вот какой-то борьбы Конкуренции Да, то есть, ну, конкуренция была, но она была такая, можно сказать, скрытая конкуренция Все хотели победить, но, естественно Здоровая, здоровая конкуренция Да Это же здоровый образ жизни Да, конечно Мы идем туда побеждать, естественно Каждая хотела победить, но вот какой-то борьбы не было Все общались, было очень дружно, очень весело Было, ну, очень интересно, очень много положительных А что было сложным для вас? Самым сложным? Самым сложным для меня был как раз, ну, поездка была в конный клуб Где мы катались на лошадях Так как у меня с детства фобия И я очень боюсь лошадей И мне досталась, на самом деле, самой беспокойной лошади Ну, я это перенесла Она это почувствовала Да, прочувствовала Теперь я не боюсь И эта фобия исчезла Класс! Все, теперь вы к нам на коне? Нет? Нет А вот как проверить? Вдруг, так сказать, конкурсантка ведет не совсем здоровый образ жизни Может быть, там покуривают где-нибудь на переменке, понимаете? Да, кстати, очень хороший вопрос Мы действительно в заявке, у нас есть один из пунктов Где девочки указывают абсолютно все свои социальные сети Начинаем с Инстаграма, Контакта, Facebook и так далее То есть мы, для того, чтобы допустить даже до кастинга Мы проверяем абсолютно все социальные сети Потому что действительно один раз у нас была такая история Когда девочка подала очень интересную программу Достойную заявку Мы начали проверять социальную сеть Увидели, конечно, не очень интересные для нашей вещи А там кальян в одной руке, в другой бутылке Да, все верно, действительно Это были кальяны, это были какие-то тусовки На фоне были, но не очень интересные для нас продукты И, конечно, девочке мне прошло кастинг, что было очень жалко Поэтому мы проверяем абсолютно все Потому что, в принципе, даже Инстаграм Это сейчас такая актуальная вещь Мы просыпаемся, выкладываем фотографии Едем куда-то, смотрим Действительно, очень много можно узнать даже по Инстаграму человека Девчонки размечают абсолютно все о себе Куда бы они ни ездили Куда бы они ни ходили, вот победительница Самая первая, Кристина Давлечина Она сейчас находится в Китае Она каждый день выкладывает фотографии То есть мы все знаем Мы каждый день на связи и так далее Один из способов проверки, так назовем У вас там Кристина любит побеждать, я так понимаю Да Кристина, для чего вам нужен был этот конкурс, скажите? Ну, знаете, я всегда хотела попробовать себя В каком-то конкурсе красоты Но по параметрам я не проходила ни в один из этих стандартных конкурсов красоты Да, там есть Россия и так далее Поэтому вот такая возможность появилась, что с моими параметрами Не 90-60-90, не ростом выше метра 70 Вот И просто было интересно Интересно почувствовать эту атмосферу Я очень люблю знакомиться с людьми Очень люблю какие-то интересные конкурсы Ну вот и решила попробовать Самоутвердиться как-то, да? Еще Но в ближайшее время не планирую Вообще у меня было желание в этом году тоже поучаствовать Но на самом деле это требует много времени Но институт экзамена сессия Ну, просто у меня последний год, да Поэтому страшновато все время отдавать конкурсу Вот, поэтому Ну, следующий год, правильно Светлана, а есть какие-то зарубежные аналоги Что-то подобное проводится? Или это вообще полностью ваша идея? К сожалению, мы не видели То есть мы мониторим очень много проектов Которые приходят не только на территории России В других странах Какого-то аналога, к сожалению, мы не видели Если нам кто-то расскажет Может быть сейчас промониторит Параллельно нашему общению Всю программу вы сами придумали? Да, программу мы пишем абсолютно сами У нас достаточное количество партнеров Которые обращаются к нам Предлагают свои какие-то этапы Потому что в этом году мы, конечно, бы хотели провести Уже другие этапы То есть, конечно, хотелось бы провести, например, стрелковый этап В стрелковом клубе Хотим пообщаться с парашютными клубами То есть все равно что-то вот такое действительно активное Что в обычной жизни девчонки, может быть, конечно, бы и сделали Но здесь все так вместе Совместно какие-то такие Вот именно моменты Добавить экстрима Да, да Ну, допустим, вот просто суббота, утро Парашют, да, пойдут Ну, как бы мы хотели бы, конечно Чтобы благодаря нашему конкурсу Девочки узнали намного больше Чем вот обычная повседневная жизнь Ну, не надо не забывать про тех, кому за 27, да? Да, конечно Которые еще в САКУ Еще могут всем показать Да, мы поняли намет Ну, пусть все у вас получится Мы вам этого желаем Еще не все Еще не все всегда мы говорим в этот момент Хотим, да, от вас какую-то историю Вот мы знаем, что это как раз связано с аквапарком, да? Да, да, все верно В том году мы проводили фотосессию на территории нашего замечательного аквапарка Также для девчонок проходил мастер-класс от инструкторов-спасателей Да, аквапарка Не правильно, не знаю, как правильно их назвать Правильно Проводили инструктаж, как быть спасателем Рассказывали все тонкости, значит, всех наших девочек, естественно, построили На перекличку, как это обычно происходит Была такая небольшая разминка Рассказали, что нужно план действий При спасении утопающего Правильно Если вдруг человек действительно запаниковал и начал тонуть Это важно, конечно Да, и естественно, как обычно это бывает Очень интересно Самый крупненький спасатель Самый здоровый Да, здоровый Который был на тот день на смене Он по случайности начал тонуть Вот, естественно, обычно спасают По правилам там два человека То есть есть определенные какие-то схемы Как держать, с какой стороны подплывать и так далее Чтобы было все правильно Самые две маленькие девочки наши прекрасные Килограмм по 40 Конечно же, самые активные Одна из них это наша победительница Кристина Калинина Которая, к сожалению, в другом городе сейчас находится на сегодняшний день Вот, винулись его спасать Ну, боже, как это было смешно Когда две малюсенькие девочки Естественно, еще несколько человек бросились на подмогу Потому что вдвоем это сделать было практически невозможно Вот и четыре наши конкурсантки Ну, примерно, как Кристина Вытаскивали огромного спасателя Ну, конечно же, не спасли Ну, главное, не сдались, да Все равно сделали свое дело Молодцы Ах, как ему было приятно, представляешь? Да, он очень был довольный Как он улыбался Финалистка конкурса Мисс Здоровый образ жизни Прошлого года Кристина Толстых И куратор конкурса Светлана Скороход У нас были в гостях Спасибо вам большое Да, и успехов Спасибо огромное Спасибо вам большое